Пятого апреля в Омском колледже профессиональных технологий открылся первый в Сибири музей паралимпийской славы. Учебное заведение является базовой площадкой развития инклюзивного образования в регионе. Среди его воспитанников много известных паралимпийцев. В экспозиции музея представлены фотографии, кубки, медали, множество ценных и раритетных экспонатов. Создан музей при поддержке правительства Омской области. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Бурков. Это зал славы сильных людей. Сильных людей, которые сильны духом, сильны любовью к жизни, к своей родине. И именно те ребята, которые на этих стенах сегодня изображены, они как раз прославляют нашу Омскую область, прославляют Российскую Федерацию. И наша с вами задача, особенно я обращаюсь к молодежи, чтобы мы знали своих героев, помнили их и гордились ими. Честь перерезать алую ленту предоставили Александру Буркову и двукратному паралимпийскому чемпиону по фехтованию на колясках Александру Кузюкову. Триумфальная победа спортсмена на играх в Токио стала одной из отправных точек в идее создания музея. Студенческие годы Александра Кузюкова связаны с колледжем профессиональных технологий. Спортсмен поддержал проект создания музея и передал в экспозицию свою чемпионскую шпагу. Прошелся сейчас по музею, я увидел эти фотографии, увидел лица на них, увидел нашу историю. Многих из этих людей я знаю, потому что я в спорте очень давно и все это время дружил с этими людьми. Бок о бок представлял наш Омский регион. Я хочу сказать, что это огромная мотивация для наших ребятишек, тех, кто только начинает свой путь спортивный, свой путь студенческий. Они будут видеть и знать, что у нас есть корни и гордиться своим регионом. Первую экскурсию провел директор колледжа Сергей Угрюмов. Он подробно рассказал о славной истории омского паралимпийского спорта и подчеркнул важное воспитательное значение музейной экспозиции, как побудительного примера для всех, кто любит спорт и здоровый образ жизни. КОНЕЦ